итак всем привет мы начинаем нашу трансляцию сегодня у нас сидячий вебчик помашите мне ручкой скажите что вы меня видите что вы меня слышите что вы видите экран и слышите экран ну не вряд ли вы слышите экран здравствуйте пишет кирилл гусев яблочки занесли я смотрю четко вебинар без яблок бессмысленно меня слышно правильно понимаю вы не просто на автомате здоровайтесь появившейся картинкой вы слышите меня да я надеюсь что да потому что иначе все бессмысленно и жизнь не имеет никакого абсолютно значения видно слышно и меня и экран а как вы слышите экран вот вопрос непонятно так 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 хорошо подозрительно окей одновременно видеть чатик и кодить я не буду поэтому я буду параллельно то кодить то видеть чатик вот такие пирожки ну что поехали или нет или я открою чатик с телефона вот гениальная идея одновременно видеть чатик с телефона и кодить шикарно звучит как план ну что готовы к вебосику по плюсам начнем перед вами на экране hello world на плюсах те кто никогда не видели плюсы изучите hello world на плюсах прям каждый символчик изучите сейчас мы разберем все тихо не надо так что одновременно со мной начал разговаривать не годится не интересует так отлично я одновременно вижу чатик и одновременно могу кодить в очень максимально все устроено идеально так поехали видите вот эту строчку эта строчка подключает и о стрим input output стрим поток ввода и вывода input и output это английские слова пишутся вот так вот да что такое вот input и output и о соответственно сокращаем да и о и о стрим стрим поток поток ввода вывода мы подключаем библиотеку в которой описывается как работают функции которые взаимодействуют с потоками ввода и вывода то есть например вот эта функция see out которая see out это как понимаете си плюс плюс поэтому там си ладно не поэтому see out то есть вывод наружу ну то есть единственная команда выводит hello world на экран вот она see out hello world вот чтобы она нормально работала нам нужно подключить библиотеку вот и это мы подключаем далее using namespace это команда которая говорит что мы собираемся использовать некоторое пространство имен пространство имен это множество всяких команд которые нам доступны давайте упрощенную эту версию упрощенную версию пройдем нам на самом деле нужно алгоритмику больше какое пространство имен мы используем а вот такое оно написано std std это сокращение от слова стандарт типа std вот так ну вот в этом пространстве имен содержится всякие разные команды например вот та же самая команда see out она в библиотеке и у стрима писана и при этом в пространстве имен std находится поэтому нам нужно вот эти две строчки писать в начале просто тупо всегда мог на хорошо научились следующий блок кода вопросики можно задавать на ходу чатике я вижу все в порядке все под контролем надо ли смотреть если на питоне прогаешь нет я буду разделять вебчики по плюсам и по питону и по паскалю но можно смотреть потому что как бы а чё как это вы питонист однорукий вы не умеете что ли на плюсах пробовать или чего вы не умеете на паскале пробовать что ли научитесь ну то есть это же настолько легко сейчас еще вниз уеду вот идеально поближе подъеду поехали у нас есть вот такой вот блок кода int main вот int main что мы делаем это значит что мы запускаем основной кусок main это вот вот main главное основное то что у вас будет int main значит что мы хотим на выходе из этого мэйна получить целое число то есть смотрите мы запускаем main с пустыми фигурными скобками то есть без фигурными пустыми круглыми скобками без аргумента мы на вход main ничего не даем это значит программа запускается без аргументов просто можно запустить программу и все и надо и ничего на вход давать а на выходе она выдаст нам некоторое целое число что это за целое число это идентификатор того на как хорошо поработала программа ну то есть типа как оценка за работу как вы на уроке пятерку получаете вот оценка программа также в конце получает оценочку за то как она поработала нормальная оценка это 0 программа поработала и вот return 0 то есть успешно поработала молодец программа все правильно сделала все четко ну соответственно как правило у вас в конце программы чтобы вы там не написали любой дребедень у вас в конце return 0 строчка она означает что вы вернете ноль в конце работы программы то есть ваша программа в конце своего и своей работа должна чего-нибудь вернуть как правило это 0 если всякие неприятные ситуации она будет возвращать не 0 а что-нибудь другое что вы ее попросите это тоже типа правило хорошего тона можно конечно писать проги которые ничего не возвращают и потом ничего не возвращает но это не очень хорошо все привыкли писать еще это стандартный hello world можно явным образом указать в скобках что мы ничего на вход не принимаем то есть void пустота main от воида то есть от ничего но можно также ничего не писать просто между скобками вот окей ну и наконец фигурная скобка открывается фигурный закрывается видите как у меня код blocks подсвечивает их голубеньким цветом начальной и конечной фигурной скобочки и дальше кусок кода кусок кода выглядит акси out что это такое это значит мы выводим на экран дальше такие две стрелочки это типа знак меньше то есть out меньше-меньше как запомнить направление стрелочек смотрите берем hello world вот этот текст ведь он в кавычках потому что это строчка и двумя стрелочками выталкиваем его в see out выходной поток в выходящий поток то есть тот поток который на выписывание идет после этого еще две стрелочки потому что мы хотим кое-что еще вывести и в дальше мы пишем handle что такое handle это end line то есть это end line вот так подряд если напишите вы поймете что такое handle типа конец строки то есть символ переноса строки на следующую строчку вот давайте это дело запустим build and run f9 кажется идет вот дебаггинг все поработало запустилась hello world вывела а вы увидели этот hello world или нет а вы не увидели этот hello world а значит я просто сейчас добавлю еще один захват окна одну секундочку вот выглядит прекрасно не правда ли я надеюсь она будет работать всегда давайте перепроверим просто всегда вам показывать такое окно ура она всегда показывается шикардос максимально хорошо да именно двойные кавычки все четко теперь у вас есть захват окна замечательно я буду его закрывать чтобы показывать вам снова коник замечательно рабочая схема все все работает все шикарно да именно двойные кавычки потому что одинарные кавычки ограничивает один символ а двойные кавычки ограничивают строчку то есть между двойными кавычками идет строка а между одинарными кавычками идет символ видите их даже код blocks подсвечивает по-разному то есть условно какой-нибудь символ вот такой вот там или вот такой или там f вот нормально вот так вот одинарными кавычками а двойными кавычками ограничивать ну то есть то что между двойными кавычками написано называется строкой то что между одинарными кавычками написано называется символом так что да если там переменная то кавычек не нужно вы правы поехали переменные изучим как выглядит hello world оставим на экране правильно мы хотим перемен короче мы хотим вот такую питонскую штуку закодировать как-то x равно 5 а потом вывести x вот что нам хотелось бы обратите внимание точку с запятой в конце каждого блока я пишу seaut а потом точку с запятой спрашивается как это перевести на плюсовый язык с питонского во первых точку запятой в конце во вторых что это за x мы его нигде никак не объявили питончик сам догадывается до того что этот x видимо целый потому что мы приравняли его к пятерке а плюсы они как бы оставляют эту работу на программиста и при этом таким образом дают нам чуть больше контроля за тем что происходит внутри программы поэтому мы пишем int x показывая таким образом программе что у нас появляется целочисленный x затем мы говорим этот целочисленный x равен 5 а затем мы выводим его на экран и затем мы вводим hello world что выведет данная программа она выйдет 5 и hello world в разных ли она строчках выведет конечно нет посмотрите что произойдет она выводит 5 а затем hello world обратите внимание вот он вот это дичь а что вы это тоже видите вау вы видите как я выделяю в этом окошке кайф 5 а затем без пробела видите сразу hello world ну это как бы печально это означает что в нашей программе вот это вот x равно так а давайте кстати вывод тоже куда-нибудь сдвину и будет симпатичненько это выглядит симпатичнее по крайней мере для этого надо запустить программу чтобы вывод был правильно и сдвинем его куда-нибудь где он не будет нам мешать надо наоборот побольше наверно растянуть куда-нибудь вот сюда вот чтобы кодик видно было при этом правильно логично и еще можно увеличить его сильнее вот все супер чтобы одновременно можно было на кодик смотреть и на вывод замечательно короче x равно 5 сяут x что надо сделать чтобы она вывела на следующей строке после икса надо вывести перевод строки то есть handle and line то есть конец строки проверим 5 а на следующей строке hello world все красиво все правильно потому что у нас был вот этот вот сяут x а потом handle четко четко с этим разобрались научились переменную вводить давайте выводить я имею виду на экран и вообще смысле работать с переменными давайте две переменные теперь поработаем int x int y опять точку запятой x равно 5 y равно 7 хочу вывести сумму этих чисел сяут пишу две такие как знака два знака меньше пишу а дальше x плюс y это нормальная рабочая операция точку запятой пишу только здесь я сделал невежливо потому что я не сделал перенос строки после этого смотрите во что это превратится в конце они во что интересно это не превратилось просто 12 а после этого она вывела на следующей же строчке process return zero это значит мой процесс вернул ноль в результате работы то есть он поработал и в конце return zero произошло все нормально zero представлена в виде вот кодика 0x0 execution time 0 329 секунд это время исполнения программы press any key to continue мы нажимаем любую кнопку она прерывает свою работу все четко далее а нам нужно вывести конец строки ну мы знаем как символ конца строки пишется правильно это handle но это не путь настоящих ниндзя давайте выведем лучше строчку состоящий из одного символа slash n это перевод строки мы же с вами все плюс плюс из си вырастаем правильно давайте такие уж простые вещи запомнил перенос строки это вот slash n и вот она написала 12 потом перенос строки лишний потом ниже просто return zero так гораздо лучше и приятнее все такое можно вместо этого handle писать а давайте попробуем вместо строки slash n написать символ slash n будет ли это работать я думаю да почему бы ему не работать да все правильно все красиво потому что slash n это один символ несмотря на то что я написал туда две буковки это все равно один символ чатекс лучше же а ну вот я как раз про slash n рассказал как вадим лебедев хотел только он slash не в ту сторону около буквы n поставил и это немножко проблемно потому что если я попрошу его вывести как вадим лебедев написал вот так вот slash n то он во первых заругается потому что это не совсем символ а во вторых он вместо этого символа вывел увидеть какую-то дичь посмотрите на ругань сейчас build lock нет build lock нормально build messages debugger а где warning сейчас мы откроем его вот прочитайте вот этот кусок вы же его видите да вы его видите warning multi character character constant то есть он говорит проблема тут вы пытаетесь в качестве символа многосимбольную константу какую-то ввести вот когда доллар n вот такой slash n ввожу он понимает что это один символ под названием перенос строки когда такую штуку ему ввожу это не один символ это два символа давайте в двоих кавычках это выведем и вы поймете что имеется ввиду вот здесь кстати красненькая точка появилась означающая что у меня на этой строчке проблему запускаем смотрим что происходит он выводит 12 а потом вот эту вот дурацкую последовательность из слэша и n потому что slash n это просто последовательность из двух символов slash n а вот такой вот backslash по моему это называется backslash я не помню неправильный slash дмитрий пишите slash другую сторону я как раз кусок лекции посвятил тому чтобы объяснить что вот этот вот перенос вот это вот совершенно ты есть перенос строки ответ на ваш вопрос ничем не отличается and был это и есть перенос строки вот эта вот штука это тоже символ переноса строки я прошу его вывести просто для того чтобы этот end был использовать я там я из из и острима его беру из namespace и ст.д это плохо а перенос строки я просто могу написать явно ну да стипа неплохо было бы чтобы вы просто запомнили как называется символ переноса строки но если вы не помните пишите handle потому что он line сложно и запомнить Окей, C, научились выводить сумму Давайте напишем программу, которая выводит произведение двух чисел Очень легко, вот она И она выведет 35, очевидно Па-бам, действительно, 35, вот это да Было бы классно, если вы сейчас при просмотре вебинара Если вы смотрите с ноута Запустили у себя какой-нибудь компилятор CodeBlocks или онлайн компилятор Или да хоть что И вводили бы эти кодики самостоятельно И пробовали бы менять какие-то кусочки кодика Запускать и проверять, что эта штука реально рабочая Особенно классно, если вы сможете вебинар смотреть, допустим, с какого-нибудь одного устройства Например, на 4К-монитор меня вывести На большущую плазму где-нибудь у себя на стене А самому сидеть с ноута и пробовать по мере того, как я говорю об этом Вот, это было бы хорошо Но я понимаю, что не у всех из вас есть ноутбук, на котором вы можете пробовать Пока вы на 4К-плазме на стене смотрите мой вебинар, правильно? Ну, про 4К-плазму я не говорю, конечно, она у вас у всех есть Так, int x, int y, x равно 5, y равно 7 Осталось научиться считывать с клавиатуры Ну, как вы думаете, выглядит считывание? Если c out это выписывание, значит c in это считывание А дальше стрелочки еще по-другому идут Если в c out стрелочки вот такие, то в c in стрелочки вот такие Дело в том, что мы из потока Ну, как бы представьте, что стрелочки вот так выглядят Что мы как бы стрелочку сделали, да? Из c in туда, в ту сторону Из c in куда мы считаем? В x, отлично А еще в y давайте считаем А в c out выведем произведение этих двух чисел и endle Тогда 5,7 мне не нужно Вот такая программа Считывает два числа, видите? c in и c out Два числа считывает, c in, c in А потом выводит их произведение и перенос строки Максимально просто выглядит, не правда ли? Запускаем программу У нас появляется черное окно, в котором мигает галочка Чего же она мигает? Чую, проблема какая-то у нее или что? Что она? Она от нас что-то ждет Вот эта галочка мигающая Кстати, она перестала мигать, потому что я ушел из окна И курсор как бы не активен Она ждет от нас ввода чисел Я могу вот какие-то числа вводить с клавиатуры Я введу число, например, 12 Нажму enter Она все еще от меня что-то ждет Очевидно, она ждет от меня второго числа Например, я введу туда 20, второе число И еще раз нажму enter Сразу после этого c in, первый и c in, второй уже закончат работать x уже будет считан, y уже будет считан И она выведет их произведение Пабах, 240 Process return 0 Все в порядке, видите, процесс вернул 0 Замечательно c in успешно сработал Все заработало, все хорошо Проблем никаких нет Погнали дальше Давайте напишем простейший калькулятор Мы уже написали программу, которая умножение двух чисел делает Давайте теперь программу, которая сложение двух чисел делает Запутался в окнах Запускаем Ну, типа, 12, 25, ну, 37 Действительно, программа работает успешно Что ж, мы можем, получается, радоваться А давайте напишем еще круче калькулятор c in x, c in y Давайте еще А, во-первых, давайте я покажу вам То, что эта штука, в отличие от питона Не требует обработки строки какой-то разумной 23, 12, 35 То есть, отлично, я ввел два числа через пробел Она их нормально считывает То есть, она считывает только число Как, ну, типа, ближайшее число, которое она встретит Как, кстати, интересно работает Если я какую-нибудь дрянь напишу Ну, она, типа, второе число просто считает как 0 И выводит 23 А если 23, какой-то дрянь А потом еще 2345 То она первое число считала А второе дрянь не считала в число И все И сложила 23 плюс 0 Что за число в x Если объявить переменную Но не присвоить ей значение А потом вывести на экран Как правило, в современные компиляторы присваивают ей 0 Но если вы совсем доберетесь до нормального машинного компилятора Типа там на линуксе, например, с помощью gc Будете кодить c-шный код, компилить То он не обнуляет эту штуку Там такое число, которое условно закодировано Теми битами, которые отвела ваша программа Когда вы написали intx Вы написали intx, ваша прога выделила память для числа, правильно? Эта память, это значит несколько ячеек То есть у вас там условно вот несколько ячеек На одной ячейке стоит 0 На другой ячейке стоит, допустим, 1 На третьей ячейке 0 На четвертой ячейке просто стояли до того, как выделили память Там 1, 0, 0, 1, что-нибудь такое было написано И она не стала их вычищать, не стала их занулять Она просто выделила память Сказала, вот здесь будет написано число Когда вы пишете x равно 5 То она вместо этих вот всех бит Записывает те биты, которые соответствуют пятерке А до того, как вы такое написали Она их не инициализирует То есть не обнуляет Из-за этого там может быть написано какое-то дряное число Давайте проверим intx, inty, cout, x, например Вот просто intx, cout, x Вот такая программа Обратите внимание на warning Сейчас, а ну вот Мой код-блокс его тоже не обналил Написал 4 354 190 Это то, что было написано в этом числе до того, как Давайте еще раз запустим и увидим, что там То же самое число, потому что он под этот x отводит ту же самую память 4 354 000 Теперь давайте эту программу как-нибудь перепишем Что-нибудь поменяем в ней И проверим, как меняется что-нибудь Например, cout hello world сделаем А потом проверим, как она отводит память Так, другое число получилось Смотри, 4 354 206 А если еще раз запустить, то, скорее всего, ровно такое же, да? А давайте вместо cout hello world память под что-нибудь другое отведем Intygric, например А потом запустим Посмотрим, что будет происходить А нет, все равно 4 354 190 А если я переменную по-другому называю А если я еще intz здесь сделаю И переменную назову xx В принципе, все равно то же самое непонятно А как ему испортить идентификацию изначальную переменной А если y попросить вывести, он на него что отводит? Почему-то то же самое число По всей видимости, это несколько Я не знаю, на самом деле, насколько, как это устроено на машинном уже уровне Но я имею в виду, он просто отводит какой-то кусок памяти В этом куске памяти какой-то мусор зарисован Вот он этот мусор вывел По всей видимости, там какая-нибудь инициализация нулями была В том куске памяти, которую я сейчас пытаюсь под эти переменные Отвести Но нулями из какой-нибудь другой прошки закодированными Ну, типа, когда ты этот кусок памяти переводишь в число Получается 4 354 190 Незнакомое у меня число, короче, я его не встречал до этого Как правило, там просто каким-то мусором инициализируется Ну, вы видели, когда я seout hello world сделал, оно поменяло это число Потому что инициализация после seout hello world происходит Да, я вот после hello world написал вот такую штуку Это значит перенос строки, помните? Символ переноса строки Ну вот 435 4 206 А если еще несколько hello world вывести? Ну вот вообще 270 Число меняется в зависимости от того, что я успел с программой поделать до того, как Лаги прошли? Или все еще нет? Да, прошли Так, супер Поехали дальше Int XX Вот эта вот штука Переменная, которую я ввел, я ее больше не использовал И он такой Ошибочка, смотрите, ты не использовал переменную По всей видимости у тебя какие-то проблемы Он говорит Следующее Unused variable z Переменная z не была использована То есть мы такие ввели переменную и не использовали Warning Это не ошибка Это значит, что с этим warning он вполне успешно компилируется и работает Просто он такой А вы точно так хотели? Вы уверены, что вы хотели ввести какую-то переменную, чтобы она потом не работала? Ну типа, чтобы потом она не использовала Может вам тогда не надо такую переменную вообще вводить? Или может быть вы ввели переменную и забыли ее куда-то дописать? Или может у вас копипаст как-нибудь неправильно сработал? То есть warning помогает кодик чуть-чуть получше написать Дальше Warning Y используется без инициализации в этой функции Это значит, что мы пытаемся уже что-то с ним сделать Вывести, например, или использовать в каком-то подсчете Или еще что-то Но мы его не инициализировали Мы его объявили Вот int y Объявление переменной Но мы не инициализировали По-красивому надо инициализировать чем-нибудь Инициализация значит Initial value Присвоить ему какое-то Начальное значение Например, 0 Инициализация Initial Начальное Начальное Что-то придать ему в начале до запуска Y равно 0 Тогда warning нет Все красиво И он выводит 4 hello world и 0 Потому что ровно это мы его и попросили вывести Короче, вводить с клавиатуры переменные мы тоже умеем Давайте еще символы научимся вводить с клавиатуры Char C Давайте see in C See out C Ой, что я сделал? Как раз перепутал стрелочки Бывает такое, бывает В чем суть? Эта программа считывает какой-то символ Например, r И выписывает тот же символ r Видите? То есть мы умеем считывать символ Окей, давайте еще int x y Можно через запятую вот так задавать Пофиг абсолютно Дальше see in x Потом see in c Потом see in y То есть число, потом символ, потом число А на выходе мы выпишем, например, x Потом несколько раз выпишем c А потом мы выпишем y Давайте покажу, как это работает Он ждет у меня число, потом символ, потом число Например, 12 плюс 13 И он делает следующее Выписывает этот символ много-много-много раз посередине между числами 12 и 13 То есть я про то, что я умею разбить входную последовательность данных по символе И прочитать ее все по символе 12 плюс 13 Вот он делает кучу-кучу плюсов А могу, например, написать 12 пробел 13 И он почему-то горы не любит В качестве символа он прочитал единицу Потому что после числа отступил пробел Все понятно Он проигнорил пробел А если я сделаю так? 12 пробел, пробел 13 Все равно единица Короче, он игнорирует пробелы при считывании Все очень логично Потому что это не си Заставить его прочитать пробел в качестве символа будет довольно трудно А если, допустим, 12 звездочкой 13 То он кучу звездочек напишет Все правильно Короче, любой символ, кроме пробела, его не интересует Символ — это и буквы, и все, что угодно, и так далее Показать, сколько памяти выделяется под int и под char Да Я надеюсь, сработает вот такая функция Сейчас не уверен Давайте выпишем size of int на экран Посмотрим, что будет Конечно, несколько уорнингов Потому что неиспользуемые переменные Size of int — это 4 байта Почему 4 байта? Потому что int 1 содержит все числа От минус 2 миллиардов до плюс 2 миллиардов Это сколько? Это 4 миллиарда чисел То есть это примерно 2 в 32 степени 32 бита нам потребуется, чтобы закодировать 4 миллиарда чисел 32 бита — это 4 байта Size of int — это 4 Давайте size of char Попросим его вывести Под 1 char выделяется 1 байт Потому что каждый символ — это 1 байтовая штучка Вот так вот Так, у меня что-то телефон продолжает лагать На моем видосе Это не нравится Так, придется переоткрыть его Прошу прощения, одну секундочку Функция size of показывает размер соответствующего контейнера данных Вот А сказать, я думал показать И начал показывать Ну, короче, под int выделяется 4 байта Под char выделяется 1 байт Easy Далее Мы научились вводить числа и выводить числа Мы научились даже считывать переменные Давайте вместо seout кучи вот этих c-шек Выведем так If c равно-равно И вот здесь, кстати, проблема Помните, вы меня спрашивали про кавычки Одинарные или двойные Если c — это плюс То я могу написать вот так Вот c равно-равно плюс Если c равно-равно плюсу Открываем фигурную скобку Открывающуюся и закрывающуюся фигурные скобки Я всегда буду писать так Ну, кроме вот int main Там написано неправильно Сейчас мы сделаем красиво Вот так То есть открывающую скобку я буду писать после if А закрывающуюся внизу В том месте, где if начался Вот на том же уровне Это не так важно для плюсов В смысле, это вообще не важно для плюсов Но я буду придерживаться все равно Табуляции, индентации Как в питончике Потому что я так хочу Потому что это симпатично и удобненько Если c плюс То надо написать, например, print Фу-принт Прошу прощения Это я уже прям загнался Seout x плюс y Endle Дальше Else Если c равно не плюсику, а, например, умножению Открываем снова фигурные скобки И выписываем тогда x умножить на y Иначе То есть если c Не равно ни плюсику, ни звездочке Может быть оно равно делению Тогда Seout x делить на y x делить на y, кстати, это целочисленное деление Потому что оно не умеет в целых числах делить нецелочисленно И так иначе Если c равно Что там еще бывает? Вычитание, да? Открываем фигурные скобочки И пишем seout x минус y То, что я написал, является базовым калькулятором Сейчас кто-нибудь уже в чатике по-любому написал Про case of Иначе Иначе это значит во всех остальных случаях Кроме вот этих вот else if Если эти if-ы ни разу не выполнились То есть c какое-то другое То надо вывести на экран какую-нибудь ругатню Типа The symbol Is not recognized Неузнанный символ Перенос в строке сразу тоже вывел Поэтому можно сразу точку с запятой ставить Все, вот то, что у нас написано Это калькулятор Нет, прикиньте, никто не написал ничего про case of Ну что ж Запускаем программу Она же делает от нас число Затем символ Затем число Например, 12 плюс 13 25 Как вам такое? 12 умножить на 8 96 12 разделить на 4 3 12 разделить на 5 2 Она нацело делит Она забивает на остаток 17 Разделить на 13 1 Блин, хочу с остатком еще делить Мне нравится Если c равно делить То надо выписать cout x Делить на y А затем Типа Remainder Дальше пробел Дальше двойные кавычки Дальше, собственно, сам remainder Надо написать x%y x%y Это остаток отделения x на y А дальше Оставшуюся Закрывающуюся скобку И вот это будет очень красиво Давайте проверим Например, 13 поделим на 5 Ой, что я сделал? О, да Он не узнал символ 5 Между ними Кстати, да Обратите внимание 13 Амперсанд 18 Он такой Символ не узнан То есть Калькулятор не работает Если мы ему впихиваем Какую-то дичь Вместо того Чтобы написать Что-то красивое Давайте 12 Разделим на 5 Он пишет 2 Остаток 2 То есть Прямо ровно Как пятиклассники делят Смотрите Мы написали Калькулятор Который умеет делить С остатком 19 12 Ой, да что такое Он же не просто Делит 19 Делить на 12 Надо ему деление указать 1 Остаток 7 Красиво Мало Switchcase Не так удобен Наверное Ну короче Да Я не хочу использовать Switchcase Потому что Это типа Конкретная Штука Которая Используется В Плюсах Или в C Или еще где-то Но это Типа Не очень хорошо Портируется на Python Или на Pascal А else if Это стандартная Конструкция Которая все Юзают Поэтому Вот буду ее Юзать Мне нравится Все Короче Если Так А ой Кусочек кода Уехал за экран Нифига себе Вы не видите Из-за чатика Понятно Сейчас поменяем Этот вопросик Дальше Короче Ся вот Икс Чек Игрик Дальше Ся вот Вот так вот Все равно Не видно Я написал С процентами Никто даже Не сказал Что ничего Не видно Короче Я разделил Сяут На несколько Сяутов Вот теперь Красиво Элиф Нельзя Элиф Питончики Работают В Плюсах Я не видел Давайте Прочекаем Если вдруг Можно Я офиген Нет Видите У меня даже Не подсветился Код Если я сейчас Скомпилирую Он скажет Что за Элиф Он говорит Элиф Не было Такой переменной Как Элиф Так что Нет Это Элсив Ну что Вы экономите Три символа Что ли С Е И пробел Пишите Уж Тремя Символами Короче 12 Умножить На 5 На 5 60 Кайфово Нравится Мне Рабочий Калькулятор Написали Научились Обработку Информации Брать Так Ну давайте Еще раз Прочекаем Что у нас Тут есть Include Считываем 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 С Считываем Y После этого У нас есть Считанные XY И какой-то Там символ Между ними Вот Ну кажется Нормальная Рабочая Штука И У нас Есть Короче Ветвление Разобрались Вывод Вот Тоже Разобрались Хорошо Хорошо Так Я сейчас Все это Стираем Ну что Ж Напишите Программу На плюсах В чатик Пожалуйста Ну меня Интересует Только Вот этот Кусочек Кода Давайте Я напишу Все самое Интересное Intx Inty А дальше Вот Here Goes Your Code Короче Вот Вместо Вот этого Дела Напишите Программу Которая Считывает Два Числа И Выводит Максимальное Из них Вот Задачка А я В комментариях Пока К этой Штуке Напишу Задачку Напишите Программу Которая Считывает Два Числа И Выводит Максимальные Из них Жду от вас В чатике Прошку Комментарии В плюсах Пишутся так Все Все Что Что Между Слэшем Со Звездочкой И Другим Таким же Слэшем Компилятор Компилятор Работает 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 В одну Строчку Так Давайте Скопируем Кодик Вадима Лебедева Вот Это Удивительная Возможность Скопировать Из чатика И Вставим И проверим Работает Это Или Не работает Ух ты Макс Подсветился Это Что Функция Что Реально Рабочая Функция Что Это Я Что Не В курсе Был Прикалываетесь Я Сам Руками Писал Оно Компилится И запускается Ничего Си Действительно Рабочая Функция Все Вопрос Снят Вадим Прошу Прощения Просто Я не Люблю Пользоваться Лишними Функциями Если Могу Их Ручками Писать Всегда Пишу Руками Это Конечно Мое Упущение А Так Вот Почему Мне Никогда Не давало Такую Переменную Сделать Ну Да Логично Логично Просто В смысле Столько Лет И не Пользовался Функцией Макс Просто В плюсах Ну Да Рабочая Программа Как видите Выводит Максимум Действительно Мы Пробуем Типа 10 И 134 Она Вводит 134 Мы Пробуем 2 И 1 И она Вводит 2 Мы Пробуем Минус 5 И Минус 8 И Она Вводит Минус 5 Потому Что Это Число Больше Четко Так Хорошо Давайте Теперь Руками Напишем Кусок Который Заменит Вот Эту Функцию Макс Из x y If Если x Больше Чем y Фигурная Скобка Открывается Фигурная Скобка Закрывается Мы Так C Out x Поскольку Это Всего Лишь Одна Команда Мы Ничего Не Собираемся Больше Делать Фигурные Скобки Можно Не Ставить Если Убрать Фигурные Скобки То Команда If Будет Выполнять Только Одну Команду Которая После нее Написана Как Правило Их Пишут В Одну Строчку else Пишем Мы Иначе C Out y То есть Если x Больше Чем y То Он Пишет x Если Если x Меньше Чем y Или Меньше Либо Равен То Он Будет Выписывать y Убираем Эти Комменты Запускаем 12 135 135 Огромное Число Маленькое Число Ответ Огромное Число Все Правильно Так Дмитрий Шилягин Давайте Просто Не Думая Проверим Код Дмитрия Шилягина Бам Он В Одну Строчку Написан Огромный Кодик Ну Я Его Разобью На Строчки Чтоб Вам Удобнее Было Читать Так Если x Меньше Чем Y То Seout x Ну Там Чуть Не Хватает Точки Запятой И Немножко Кавычек Не Хватает Вокруг Символа Переноса Строки Else If x Тоже Пойдет Так Фигурный Скоп Не Надо Вот Axi Out И тут Тоже Забылись Точка Запятой И Кавычки А так В целом Да Нормально Рабочая Программа Получилась У вас Давайте Проверим Тихо 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 А Ну Понятно Что Не Так Вывод Этот Кусок Я Блин Я хотел На него Обратить Нимай Не Забыл C Бывается Огромное Число Easy Вопросики У вас Были Какие-то Еще Хочу Хочу ли я Прикольную Задачу Пока Нет Пока Я хочу Синтаксис Базовый Разобрать А прикольную Задачу Можно Всегда В чате Кинуть Там Куча Народа Они Всегда За То Чтобы Порешать Какие-то Прикольные Задачки Окей Хорошо Научились Что-то писать Максимум Из двух Чисел Циклы И все Остальное Мы будем Завтра Чуть Дальше Чуть Глубже Ветвление Внутри Циклов Тоже Будем Завтра Вот Что я Хочу Еще Добить Сегодня Мы Научились Как бы С базовым Синнексом Вот Вывод Всякий Там Сложение Умножение Любые Операции Давайте Вспомним Еще раз Про Операции Ну Давайте Короче На вход Подается Число Х Программа Должна Вывести Вывести Yes Если Оно Четное И No Если Оно Нечетное Напишите Прошку В чат Которая Такую Штуку Сделает Как найти Максимум Без Использования If И Макс Мне Нравится Нет Не вся Неделя Следующий Вепчик Завтрашний Просто Так Доб Задача Не Использую If И Макс Я Кстати Встречал Жею Сейчас Я Придумаю А вы Пока Первый Решайте Не Использую И И Макс Не Ну Там Что Нибудь Типа Полусума Полу Разность Что Ни Такое Это Какая-то Стандартная Симметричная Просто Арифметическая Задачка По Двум Числам Можно Найти Максимум Если К Их Полусуме Прибавить Их Полу Разность Но Вопрос В том Что Полу Разность Я тоже Должен Максимум Миним Вычитать Сейчас Полусума Это Их Среднее Число Если Из Икса Ее Вычесть Она Может Получиться Как Положительная Так И Отрицательная Тупняк Сейчас Придумаем Кирилл Гусев Отправил Точку С запятой Вычислил Так Как найти Максимум Не используя Иф Имакс Думается Думается Мне Что Там Что То Типа Ну Понятно Син Икс Син Икс Какое Число Не факт Что Положили Короче Просто Сумма Этих Чисел Суммы Вычесть Наименьшее Мы Найдем Максимальное Это Верно Но Это Неинтересно Да Я Оставляю За собой Право Отказаться От вашей Задачи В любой Момент Но Пока Что Мне Прикольно Ее Порешать Так У нас Появился Кодик Почему Код Не Понятно Почему Потому Что Я Не Одобрил Сообщение Ваше На Проверку Отчитаю С Телефона Где Нет Админских Прав Так Давайте Запустим Кодик Кирилла Гусева И Чекнем Если Икс Процент 2 Равно 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 Нулю Кажется Что Это Рабочий Кодик 100 Yes 99 No Хорошо Это Рабочий Код Дмитрий Шлегин Написал Неправильный Код Код Должен Выводить Yes Если Четный No Если Нечетный А Вы Выписывайте Нечетный И Четный Я Так Не Хочу Так Если Икс Процент 2 Равно Равно Нулю С Стрелочек Произведение Вычесть Сумму Квадратов Посчитать Что-нибудь Это не знаки Меньше Это стрелочки Воспринимайте Как стрелочки Вывод В какую Сторон Модуль Можно Использовать Не Используя If И не Используя Max Но Используя Модуль Правильно Если Я Использую Apps Fabs От XY Из Mat Модуля Короче Если Использовать Модуль То Это Читерский Можно Тогда Полусумму Сложить С модулем Полуразности И получить Максимальное Число Еще раз Про то Когда надо Фигурные скобки После If Ставить Когда у вас Там Больше Одной Команды If X Y Вы Допустим Хотите Сделать Cout Yes В этом Случае И потом Закончить Работу Программы То есть Написать Return 0 Например То есть Две команды Вы хотите Сделать Cout Yes И Return 0 Или Какую Нибудь Еще Команду Что-нибудь Типа X Равно X Plus 1 Увеличить X На Единицу Тогда Вам нужно Ставить Фигурные Скобки Для Обозначения Конца И начала Блока Выделенного С помощью If А если Вы так Не делаете То Фигурные Скобки Ставить Не надо То есть На одну Команду Фигурные Скобки Не нужны Что там Про Модуль Вадим Лебедев Ты Автор Задачи Можно ли Использовать Модуль Числа Если да То Все Максимально Легко Просто Полусумму И полуразность Модуль Полуразности Складываем И все И победили Так Если сложить Две полуразности Получается Ноль Это понятно Вы можете Наблюдать Александра Романовича В его Естественной Среди Обитания Размышляющим Над решением Интересующей Задачи Вот Кстати Это как раз То Зачем я зашел В Школково Сидишь с преподавателями Где-нибудь Поздно вечером Вроде как Все уже поработали Все хорошо Обсуждаете Какие-то вопросы И тут кто-то Вкидывает Какую-то Интересную задачу И все преподы Сразу вцепляются И начинают ее решать То есть Это абсолютно Нормально В каком-нибудь Лагере После того Как мы поучили детей Сидеть преподом И все решают И все такие Блин окружность Как она Как доказать Что эти точки На одной окружности Ну потому что Просто все интересуются Если их поставить На одну команду Нормально будет Просто некоторым людям Лень Поэтому они не ставят Их на одну команду Да Можно ставить Фигурные скобки На одну команду Ну и вот я сейчас Думаю Надо интересно Я понимаю Что эта задача Максимально простая Но именно Это же и отличает Разумного препода От неразумного Разумный препод Не стесняется Даже порешать Простую задачку Если вот Сходу не втыкает И я вот Туплю Да Туплю If и max Нельзя использовать Ну а Минимум может быть Использовать тогда Нет Типа Одна из этих Типа если нельзя Макс Все я придумал Я решил задачу Изи Просто берем И в переменную z Помещаем минимум Из x y Ну я думаю Что это читерство И так на самом деле Наверное нельзя Но я поместил В переменную z Минимум из x y А таким образом Я знаю Какую из них Теперь надо вывести Что-нибудь типа Берем минимальную И выводим Короче К z Прибавляем А ну нет Просто берем Складываем их И вычитаем z Все Вот это выводим На экран Все Это поиск максимума Без использования Max и if Ух-ух-ух Чего А точку с запятой Не поставил После минимума Логично Он мне поругался На это Он написал Expected Типа точку с запятой Before see out Так Я он такой Типа 12 15 Он такой Выводит 15 Видите Моя программа Ищет максимум Читер Читер Разве не красиво Очень красиво Не используя If и max Нет Я на самом деле Думал на другой Задачи Очевидно Так нельзя И это читерство И так нехорошо Надо не используя If If И max Тогда мой читерство Тогда мой чит не работает И нельзя И нельзя Используя минимум Найти Максимальное значение А почему вы Не думаете Над задачей Что давайте Пишите в чат Идеи какие-нибудь Накидывайте Мне кажется Там можно Как-нибудь Из двух чисел Не используя Заветвление Ну не используя If Сделать Найти какой-то Из них Так Хорошо А как Насчет Такого Берем Короче Берем Короче Полусумму Да x плюс y Пополам Берем Короче Полуразность x минус y Пополам В чем прикол Полусумма И полуразности Полусумма Это средняя Арифметическая То есть Она находится Посередине Между двумя числами Если одно число 10 Другое 5 То полусумма Это 7,5 А полуразность 2,5 Эти два числа Ну давайте Назовем их Как-нибудь А и b Прикол этих двух чисел В том что А плюс b Равно максимуму Ну типа Если это Короче Сейчас А плюс b Равняется x А минус b Равняется y Вот Одно из них Максимальное Другое Минимальное Можно ли Как-нибудь Понять Типа Умножить На Вычесть x Или вычесть y Что-нибудь Такое сделать Нет Похоже Мне не нравится В чате Не появляются Комментарии Вы мне будете Помогать Задачу Решать Или что Или вам просто Нравится Смотреть Как Александр Романович Тупит Я хочу Не использую If Min И max Найти максимум Естественно Гуглить Я это не хочу Так Не использую Добавить К полусумме Претил Можно ли Без модуля Этого добиться Короче Я даю вам два числа 5 и 13 Но вы не знаете В каком порядке Как с помощью Простейших операций С двумя числами Найти максимальное Из них Давайте из них Из обоих Вычтем x Если x Это максимальное То у нас будет Ноль на отрицательное Правильно? x минус x Это ноль y минус x Будет отрицательным Короче мы не знаем То ли x минус y Отрицательное То ли y минус x Положительное Сейчас То ли x минус y Сейчас Давайте подумаем Если x минус y Больше нуля То мы победили И надо выводить x Если x минус y Меньше нуля То мы проиграли И надо выводить y Проверить как-то сумму квадратов, сравнить с разностью Посчитать x минус y И с помощью отрицательности или положительности что-нибудь сделать с этим Умножить на что-нибудь С помощью if мы могли бы положительное или отрицательное число разделить на два случая Короче, хочется разделить на два случая как-то Или не делить на два случая Или просто получить максимум арифметически Можно ли арифметическими простыми действиями получить максимум? У нас есть одна из двух переменных, она больше другой. Нам нужно, складывая их каким-то образом, получить максимум вне зависимости от того, в каком порядке нам их дали. Если мы их просто тупо сложим, получим их с суммой. Максимум с суммой связан просто. Максимум плюс минимум тоже дает сумму. Если что-то простое, что отличает чисто максимум. Может быть какое-нибудь целочисленное деление? Может надо каждый из этих чисел нацело на что-то поделить? О, прикольно, да, есть идея. Давайте попробуем поделить x на y. Если x максимум, то это число больше 0. Так, а если x это минимум, то это число меньше 0. Отлично. Давайте возьмем вот это вот число, x на y. Оно равно 0, может быть. И умножим его на x. Таким образом, получившееся число будет равно не 0. Так, так. Короче, это может быть вот то, что я сейчас написал. Это может быть 0, если x меньше, чем y. Потому что деление, оно нацело работает, правильно? А если оно поделилось успешно, то нам нужно его как-то в единицу превратить. Короче, я что хочу сделать? Я хочу x делить на y умножить на x, а потом y делить на x и умножить это на y. Тогда в получившейся сумме одно из слагаемых зануляется автоматически за счет того, что при делении одно число меньше другого. И если при делении одно число меньше другого, то там получается 0. 0 при умножении на любое число зануляет его. Это красиво. А если я получил не 0, то вот, короче, я уже научился различать, какое из них максимальное. То есть, если типа x максимальное, то оно вот этот кусочек сделает не 0. А если y максимальное, то вот этот кусочек сделает не 0. Одна проблема, я хочу сейчас вместо вот этого x на y, которое получится какое-то там, посчитать и насчитать вместо этого единицу. То есть, в идеале было бы написать что-то типа x делить на y. Сейчас еще скобки поставлю. Делить на x делить на y. Одна проблема, иногда там будет деление на 0. Не, модулем нельзя пользоваться, не хочу. Хочу без модуля. Мне кажется, что можно вот чисто арифметическими действиями. Я уже, кажется, нащупал правильное решение. Короче, одно из них 0, а второе не 0. И это интересно, очень-очень интересно. Так, или еще интереснее, остаток отделения одного числа на другое равен ему самому. Если из числа вычесть его остаток отделения, то в одной ситуации получается 0, а в другой ситуации получается нормальное число. О, все, все, я еще лучше придумал. Короче, давайте так. Берем число x. Вычитаем из него x процент y. Если x меньше, чем y, то x процент y будет равен x. И такая разность равна 0. Если x меньше, чем y. А с отрицателями тоже работает? Давайте для положительных задач утешим, пофигам. С отрицателями потом разберемся. Меня эта задача интересует идейно, для положительных чисел. Короче, если x меньше, чем y, для натуральных даже, если x меньше, чем y, то x процент y будет равен x. Если из x вычитать x процент y, то это получается 0. В ситуации, когда x меньше, чем y. То есть 0 это хорошо. Это значит, что при умножении на x он не даст никакого вклада в сумму. Другой вопрос в том, что у меня иногда здесь получается не 0. А когда здесь получается не 0, здесь получается что? x поделили на y. А, ну замечательно, понятно, что получается. Это получается тогда x делить на y. Умножить на y. Во, жесть. Вообще крокодил огромный получается. Вот посмотрите на это число. То, что я сейчас выписал. Z. Сейчас объясню, что я написал. Кажется, я понимаю сам, что написал. И вроде как могу вам объяснить. Вот огромная дичь. Та, которую я написал. Сейчас я ее выведу на экран, чтобы объяснить вам, как она выглядит. x минус x процент y. Что это такое? Это из x я выкидываю остаток отделения x на y. Например, если y равен 5, а x равен 17, то я из 17 выкинул двойку. Остаток отделения на 5. Таким образом, получил 15. Теперь 15. Вот то, что я написал. 15. Я делю на что? x делим на y. То есть 17 делим на 5. Получаю 3. Правильно? 3. Ну, потому что на целое делю. 3 умножаю на 5. Таким образом, это тоже 15. Идея в том, что если x меньше, чем y, тогда числитель этой дроби получается 0. Просто тупо 0. Из x вычитается полностью x процент y. То есть, если x меньше, чем y, то остаток отделения на y равен x. Из x вычитается x, получается 0. А если x больше, чем y, то мы реально выкинули просто вот этот лишний остаточек. И получилось какое-то нормальное число, которое мы разделили на его же самого. Потому что, ну, смотрите. Ой, не x, а z надо вывести. Смотрите, короче, я ввожу два числа. Тем, кто не поверил. Я ввожу число 18 и 5. 18 больше, чем 5, правильно? Значит, он из 18 выкинет тройку. Получится число 15. Затем он из, потом это число 15 поделит на какое-то огромное число. Какое? Такое. 18 сначала делим на 5, получаем 3. Потом это 3 умножаем на 5, получаем 15. Понимаете фокус? Я сначала 18 поделил на 5 и получил 3. Потому что нацело поделил, остаток отбрасывается. А потом, получившись число, обратно умножил на 5. И получил не 18, я получил 15. То есть, самое большое число, кратное 5, не превышающее 15. Таким образом, я во всей этой формуле, которая у меня здесь в программке написана, вот в этой формуле, 15 разделил на 15 и получил единичку. Давайте поэкспериментируем с другими числами, чтобы x был больше, чем y. Всегда один получается, видите? x больше, чем y, получается 1. Всегда один. Потому что фокус так работает. А если x меньше, чем y, например, 12 и 24, тогда из x вычитается x, получается 0. И он не может поделить 0 нацело, по всей видимости. И меня это смущает. А почему он не справился? Почему он не вытянул коляску? Он не может x%y посчитать? Или он не может из x вычесть x%y? Или что? Что он не может сделать? 0 не может нацело поделить на что-то. Почему он не вытягивает 12 и 24? Да, есть команда, которая с дробной частью результат выдает при делении. Просто это типа надо вот так написать. Вам нужно, чтобы результат деления x на y был float. То есть вы берете float от x делить на y. Кстати, по-моему, не то в скобке надо вот так вот. Короче, я и то, и то в скобке помещу, мне пофигу. Решутат деления. То есть это то же самое деление, только его надо в виде float. Давайте я продемонстрирую. А это мы закомментим пока. Комменты можно еще вот такими двойными палочками ставить. Это одну строчку комментирует. Итак, seout float от x делить на y. То есть я ввожу два целых числа x и y. 12 и 5, например. Почему? Почему это не сработало? А, потому что надо сначала float от x. Понятно, я затупил. Короче, надо сначала число x перевести в тип float. То есть тип с плавающей точкой. float это плавать. Плавающая точка это значит, что оно как бы, ну понятно, типа оно десятичное с точечкой. Потом мы это делим на float от y. Это деление нормальное. 12, 5. 2, 4. Видите? Ответ выводится в виде числа с плавающей точкой. Вместо float, которая содержит всего 8 знаков после запятой, я рекомендую использовать тип double всегда. Потому что это как бы двойной float, double. Он использует 16 знаков после запятой. Ну, например, если я попрошу его разделить 1 на 7, то он разделит и напишет, кстати, что-то маловато. А, ну это же команда seout без спецификации выводит маловато. А, ну вот, e в минус 0, 0, 5, короче. В виде порядка вывел. Разделил одно число на другое. Получил какое-то число. А где там 0 в знаменателе? Я что-то не понимаю. Там, по-моему, нет 0 в знаменателе. Там нет, по-моему, проблемы. Я же позаботился об этом. Когда у меня 12 и 24, какой 0 в знаменателе? А, стоп, я дурак. Когда x меньше, чем y, это равно 0. Ох, ешки-матрешки. Вот это тупо. Я же этой проблемой и хотел избежать. И не избежал. Максимально дебильно. Так, короче, я хочу получать. Адекватное, неполное, частное. И делить на него в случае, когда это равно 1. Короче, я научился отличать положительные числа от отрицательных. Теперь я хочу иногда, когда это равно 0. Короче, когда это равно 0, я хочу оставить его 0. А когда оно положительное, я хочу сократить его до 1. То есть я хочу поделить его на размер его же в случае, когда оно положительное. Только в этом случае. А когда оно равно нулю, я не хочу ни на что делить. Так, так, так. Я придумал, кажется. Любое число, кроме двойки, можно поделить на это же число минус один, правильно? Ноль при делении на минус один останется нулем. А любое число при делении на минус один станет... Станет... О, ну все, а двойку я умею вычленять, кажется. А, нет, стоп, двойку тоже... Нет, нет, если двойку поделить на двойку минус один, то она не уменьшится. Так, хорошо, а если наоборот прибавить единицу, тогда одно из них станет единицей, а другое станет нулем. И можно его само на себя поделить, а тогда они оба опять склеятся в единицу. Вот отстой. Вот отстой. А, все, я придумал. Короче, взяли z. Ну, это, конечно, крабоедское решение, но давайте, ладно. Взяли z. Сейчас z... Так и подпишем. Сейчас z либо 0, либо положительное. Положительное. После этого я говорю, берем, короче, и z равно z плюс 1. Тогда z... Либо... Так, не z плюс 1, а z плюс 2. Либо 2, либо положительное плюс 2. Теперь, короче, z поделим... Делить на z минус 1. Круто, да? Взяли какое-то большое положительное число, например, 153, и делим на 152. Конечно, получается единичка. А если двойку делим на единичку, то получается двойка. Таким образом, сейчас, после этого z, либо двойка, либо единичка. Ну и все, z равняется z минус 2 и умножить на минус 1. То, что я получил, это... Гениально. Ладно, я шучу. Сейчас z либо 0, либо 1. В случае, когда x был меньше, чем y, мы получили 0. И ни в каком месте, кажется, на 0 не делим, потому что z хотя бы двойка. А в случае, когда x больше, чем y, мы получили единичку. Все, замечательно. Только это как-то более много операций. Разве нельзя попроще? Короче, если x меньше, чем y, то мы получили 0. Тогда можно взять x и умножить на z. А потом прибавить к этому y и умножить на 1 минус z. Который, наоборот, нолик или единичка в других состояниях. И это надо вывести. Я понял. Я не буду вам объяснять просто все странные действия, которые я сделал. Хотя я вроде их все прокомментировал. И в целом можно понять. Но я просто вот так напишу. И покажу, что программа действительно работает. Эндл еще забыл. Смотрите, в ней нет ни одного if. Короче, в ней нет ничего лишнего. Все вкусненько. И она, кажется, выводит максимум. 125, 5. Она выводит 125. 5, 125. Она тоже выводит 125. Все, моя программа ищет максимум. Без использования if. Без использования if, минимум, максимум и фабса. Предлагаю похлопать мне. Как вообще лучше выводить через принт или си-аут? Если вы шарите за принт, то используйте принт, потому что он, конечно, сильно больше спецификаций. Позволяет указать точно вообще по символу. И очень хорошо дисциплинирует вас в плане того, что именно вы выписываете. Еще он работает чуть-чуть побыстрее. И вообще это круто. Просто это настолько неудобно и по-крабовому. И все считают, что, типа, очень долго и муторно писать. Принт в какие-то там проценты, что-то какой-то дичь. Люди не могут это запомнить и понять. Поэтому вы простили все до си-аут со стрелочками, понимаете? И си-ин со стрелочками. Если вы, как бы, очень хорошо ориентируетесь в том, как принт, в сканф, вот эти все штуки работают. То вы победили. Можно так и делать. О, люди хлопают. Вообще кайф. Мне нравится. Genius люди пишут. Ну, то есть, давайте еще раз. Если из икса вычитать остаток отделения икса на игрек, то я таким образом разделил случай, когда х меньше, чем игрек, или х больше, чем игрек, в две более простые арифметические категории. Если х меньше, чем игрек, то его остаток отделения на игрек, он... А, ну, можно было не так жестко. Можно было просто х разделить на игрек. То есть, вот так вот. Просто х делим на игрек, короче. Вот так вот. Тогда z либо 0, либо положительное число, в зависимости от того, х меньше, чем игрек, или больше, или равен. Вот. Дальше. Когда я прибавил к нему двойку, то вместо 0 и положительного числа я получил 2 и положительное плюс 2. Это все основано на интересном свойстве двойки. Она единственное положительное число, которое реагирует на деление на себя минус 1 очень странным образом. Если разделить 2 на 1, она остается двойкой. Любое другое число при делении на себя минус 1 становится единичкой, потому что, ну, давайте еще раз, 1058 делить на 1057. Это 1. В общем, мы разделили таким образом, получили числа 2 и 1. Уже совершенно конкретно. Потому что вот здесь была проблема с тем, что положительное было неконкретным. А теперь у нас конкретные два числа. Двойка и единичка. Значит, если из них выкинуть 2, z минус 2 написать, мы получим либо 0 здесь, либо минус 1 здесь. А я хочу либо 0, либо 1. Поэтому я умножаю на минус 1, получаю либо 0, либо единичку. Когда я получил либо 0, либо единичку вместо z, я получаю 0 в какой ситуации? Когда x меньше, чем y. Тогда я пробую x умножать на z, y умножать на 1 минус z. z и 1 минус z равны, соответственно, если z равен 0, то это 0, а это 1. А если z равен 1, то это 1, а это 0. Все четко. Я x и y умножаю. Одно из них умножается на 0, а другое на 1. Таким образом будет выведено только одно из них. Какое? Если x меньше, чем y, то z получится равным 0. Тогда получится, что я x не выведу, а y умножится на 1, и выведется y. Если x меньше, чем y, то выводится y. Если x больше, чем y, то выводится x, потому что z становится равным 1. И здесь получается, что выводится 1 для x. Короче, 1 умножается на x, а здесь 0 умножается на y. Таким образом, y не выводится, а x выводится. Вот. Интересный факт, короче. Интересную штуку сделали. Вот, ну я думаю, что мы с базовым синтаксисом плюсов разобрались, не будем вебинарчик затягивать, интересную задачку решили, и все, завтра нас ждет вебчик по циклам и по ветвлению, рекомендую на нем появиться и узнать, как работают циклы ветвления, тыкайте на лайки, радуйтесь жизни. Спасибо. У вас был вопрос про массивы, массивы потом, сначала циклы ветвления, ну может быть завтра и циклы, изи, почему нет. Вот так вот, такие пирожки. Спасибо, до свидания, до новых встреч, увидимся, услышимся, приходите на вебы, хорошо спите, будьте молодцами. Все такое. Там вот испортится, промазал мимо кнопки, ну я так подмигнул вам в конце веба и веб не получилось закончить, а? Ну что-то непорядок какой-то, а? Давайте еще раз попробуем. До новых встреч, увидимся с вами позже на следующем вебинаре. Приходите, пожалуйста, на веб, не забывайте хорошо кушать, хорошо спать, быть в хорошем настроении, ботать, и я уже говорил про то, что надо смотреть вебы, да?